Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Алан Зар. Сегодня у нас с вами необычное прохождение. Мы будем проходить с вами первую демо-версию игры Титаник Честислава, которая выходила еще в далеком 2015 году. Я решился на этот шаг в связи с тем, что до выхода окончательной альфа-демо-версии игры Титаник Честислава нам еще ждать неделю-две. Поэтому, чтобы с вами немножко поностальгировать, вспомнить, с чего же все началось, мы пройдем данную демо-версию, и у нас будет возможность сравнить с мега-демо, какие были колоссальные изменения с далекого 2015 года. Ну что ж, начнем. Кстати говоря, я надеюсь, здесь не будет никаких люков, потому что, ну извините, с тех пор, сколько времени прошло, у меня оборудование довольно топовое, так что, надеюсь, проблем не будет. Так, зато посмотрите, какие краски. Все четко, все сглажено, цвета прямо насыщенные. Конечно, здесь, давайте скажем на чистоту, что с тенями ребята не особо работали, да, все довольно ярко. Даже освещение ярче, чем должно быть, потому что в тот период времени освещение было немножко мутнее, а здесь оно довольно яркое. Слушайте, какая красивая музыка играет. Обожаю эту музыку, честное слово. У меня сразу такая ностальгия накатила, хотя в тот период времени, в 2015 году, у меня не было мощного компьютера, чтобы... да вообще не было у меня компьютера, был ноутбук, еле-еле, который работал чисто для ученых, чтобы у меня была возможность пройти данную демо-версию. Приходилось только смотреть вот эти несчастные прохождения по ютубу и скалить зубы от того, что у меня нету возможности самому пройти данную демо-версию. Я от зависти просто лопался. Эх, 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 эх. Сколько времени прошло. Я даже не помню, что-то у нас вообще в доступе есть, какие помещения, а какие не в доступе. Но, по крайней мере, здесь четко ясно видно, что у нас нету доступа в столовую первого класса. Мы видим, что столы, они есть. Уже помещение было создано, воссозданно, столы поставили, но сервиса пока не было, потому что на тот период, видимо, ребята еще изучали вообще, что было на столе, как этим пользовались пассажиры, ну и так далее. Кстати говоря, я тут заметил, что двери, они открываются сами по себе. О, видите? Это гораздо удобнее, я заметил. Настолько удобно. Зачем они сделали, я не знаю, вот этот механизм, то, что надо самому открывать двери? Как-то неинтересно. А это занавес, получается, в тот коридор, в котором мы с вами ходили, где пинг-понговый зал в мегадему-версии. Здесь занавесом еще зашторено, еще ничего в тот период не сделали, как я помню. А, кстати говоря, смотрите-ка вот на этот фортепиано, да? Если вы можете вспомнить хотя бы вот последнюю мега-демо-версию, да, фортепиано стояло вон в том далеком углу. А в первой демо-версии он стоял в этом углу. Видимо, еще долгий период времени ребята изучали историю того, где, что и как стояло. И, видимо, пришли к какому-то консенсусу, да? Кстати, посмотрите за окном, какое недобитое звездное небо. Если вспомните последнюю демо-версию, насколько оно насыщенное было со всеми точностями, с галактикой нашей Мречный Путь. А здесь оно какое-то прямо... Ну, я понимаю, ребята еще на тот период не били голову о стену, как бы сделать звездное небо более точным. Но самое главное было для начала воссоздать интерьеры. Тут то же самое, пока вход в столовую первого класса еще не доступен. Ладно-ка, пойдемте-ка посмотрим, что у нас наверху. Кстати говоря, если вы могли заметить, здесь вот эти текстурки, да, они здесь не 3D-моделью, как в последней демо-версии, они здесь выставлены как картинки. Ну, просто картинку взяли и прилепили. Ну, видимо, ребята еще тогда не хорошо разбирались в 3D-моделировании, поэтому вот взяли и прилепили простые картиночки. Хотя, если говорить вот про эту лампу, смотрите, как изысканно она сделала. Просто шикарно. Я могу и ошибаться, но, как видите... Кстати говоря, у нас здесь уже доступа нету, все. Дальше мы с вами уже не пройдем. И сюда то же самое. Так, что мы, по крайней мере, здесь можем увидеть? Кстати говоря, если вы можете заметить, коридор в каюты первого класса, он какой-то пустой. Даже нету никакой резьбы на стенах. Там просто коридор, просто белая стена. Видимо, еще в тот период времени ребята не начинали работать над каютами. Я понимаю, что это была нудная работа. Самая тяжелая работа – это выкройка непосредственно вот этих кают. Двери этих кают. Но, по крайней мере, здесь можно видеть полноценную резьбу по дереву. Ребята здесь, по крайней мере, дали понять. Вот посмотрите, какой цвет дерева идет. Прямо какой-то молочный шоколад. Прямо хочется взять и съесть. То есть, ребята тогда уже лестницу воссоздали полностью. Даже ангелочков успели сделать. Я понимаю, что в тот период времени был некий, можно сказать, даже, как сказать, эстетический стимул для того, чтобы разрабатывать данную игру. Но чем ребята становились старше, тем они понимали, что на этом далеко не уплывешь. Надо еще и работать, а кому-то еще надо учиться. И параллельно надо семью содержать. Соответственно, когда займешься разработкой? Поэтому они придумали вот эти сервисы Patreon, чтобы ребята, подписчики, жертвовали хоть понемножку, чтобы ребята сидели дома, прилепив свою пятую точку к сидению, и сидели и разрабатывали данную демо-версию. О! С этой стороны я уже забыл совсем. Господи. Только посмотрите, как качественно выглядят решетки лифтов. Кстати говоря, вы знаете, вот это что такое? Это такая вот интересная штучка. Вот этот ящичек, который вы видите, да? Там, получается, лежал своего рода очень интересный ключик. Такой, ну, чтобы можно было вертеть. И видите, вот эту круглую штучку на полу. Это, получается, своего рода замок от водонепроницаемой двери, палубой ниже. То есть, если на мостике не срабатывала, скажем, так скажем, программа, кнопка для того, чтобы все водонепроницаемые двери вовремя закрылись, любой из обслуживающих персонал брал отсюда ключик, засовывал вот в этот, так скажем, вот этот разъем, и выкручивая опускал водонепроницаемую дверь. И довольно быстро и эффективно. По всей длине судна вот такие вот, так скажем, разъемы имелись. На крайний случай. Кстати говоря, интересно. А между прочим, заметьте, что здесь надписи на дверь нет. Хотя мы знаем, что это помещение, эта дверь, она от, так скажем, своего рода, я называю вот эту комнатку Нарния. Почему? Потому что она довольно маленькая. Там сохранились все ключи от всех дверей на лайнере. Вот даже посмотрите отсюда. Ясно, понятно, что лестница была уже в тот период полностью воссозданная. Даже купол был сделанный. Просто доступа мы пока еще туда не имели. Ребята довольно хитрые были. Так, что у нас здесь? О, кстати, у нас здесь есть доступ на шотландскую дорогу. Скотт Хэнтрут. Чего нельзя сказать про последнюю мега-демо-версию. Там еще пока доступа не было, да? Давайте-ка для начала пойдем туда. Прям слышно, как двери сами открываются и закрываются. Я не спешу тут бегать, потому что гораздо больше удовольствия получаешь от медленного прохождения. Я не люблю бегать из крайности в крайность. Ну, тут все уже дальше пройти никак. Мне кажется, вот эта дверца ведет как раз в бойлерную номер 6, если я не ошибаюсь. Чутка немножко ускоримся. Это бойлерный номер 4. Кстати говоря, вы заметили, как пар отсюда исходит? Ну, это дает понять, что внизу находится та или иная котельная. Здесь бойлерная номер 3. О, у нас сейчас... Ребята, у нас сейчас есть прямо уникальная возможность. В связи с тем, что в предыдущих прохождениях у нас не было возможности попасть на шотландскую дорогу, мы сейчас с вами спустимся в одно из самых уникальных и моих любимых помещений на Титанике. Это столовая третьего класса. Здесь в основном обедали, ну, понятное дело, простачки, строители, мигранты. Все те, кому хоть, можно сказать, реально посчастливилось, да, купить билет на этот лайнер, чтобы пересечь океан. И, между прочим, их кормили неслабо на этом корабле. И три раза в день, причем какие были порции, мог есть сколько угодно. Запретов не было. То, чего ребята, ну, ребята, да, третьего класса не могли себе позволить. Здесь даже менюшки, посмотрите, здесь даже меню воссоздали таким, каким оно было. Очень интересно. Кстати, если вы могли заметить, здесь у нас есть картины всех лайнеров того периода времени, которые обслуживали линию Саутгемптон-Нью-Йорк. Ну, это Хонд Американ Роттердам. Так, вот это, кстати говоря, Олимпик. Лайнер Олимпик старший брат Титаника. Так, дальше, что у нас здесь? Тоже вот реклама Олимпика и Титаник. Здесь, конечно, прямо видно, что нарисовано. Хотя, по сути, лайнеры выглядели совершенно не так. Так, что у нас здесь? Это лайнер Балтик, тоже White Star Line. Так, между прочим, если заметили, вот здесь еще есть тоже цифры на... стенах 10, 12, 14. Какие-то они даже нарисованы. Не сказать, что это какая-то текстура. Просто взяли, прилепили цифры и все. Чтобы пассажиры знали, куда садиться. Какой столик? Так, здесь у нас что за картины? Здесь у нас... О, Атлантик. Ой. А это... Кто это у нас? Не знаю, что за лайнер, но тут написано Red Star Line. Red Star Line, я так понимаю, это дочерняя компания White Star Line. То есть, она тоже выпускала своего рода... Ну, тоже свои суда. Ну, конечно, они все строились на верфи White Star Line. Так, еще что-то тоже не понять. Какие-то надписи, но почему-то смазаны. Я, кстати, по-моему, помню тоже с третьей демо-версии. Там вот эта надпись тоже была смазанная. Почему она такая, не понять. Было бы интересно почитать что-то. Кстати говоря, вот эти... Вот тут дверь, да? Это... Здесь должна быть водонепроницаемая дверь. Но почему-то ее здесь еще не сделали. Или она просто закрытая снизу. Хотя нету вот этих вентилей, которые, по сути, опускают дверь. Просто-напросто текстура и все. Эх. Так вот, вот эта компания Red Star Line, она выпускала свои собственные суда. И она выпустила какой-то один лайнер, который в свое время был заменой Титанику. Хотя, мне кажется, Титаник так и никто не смог заменить. Потому что, ну, давайте уж говорить по честноку, что после гибели Титаника компании пришел конкретный крах. То есть, сколько надо было субсидий выплатить родственникам погибших, возмещению ущерба материального и так далее, и так далее. То есть, это довольно долгая, скрупулезная картина была. И, соответственно, компания постепенно-постепенно умирала. И окончательно выдохлась с гибелью своего третьего судна класса Олимпик Британика, который затонул в 2016 году. Хотя у компании были колоссальные планы постройки самого огромного судна White Star Line, который бы смог стать конкурентом французской Нормандии и Куин Мэрии компании Кунарт Лайн. Он должен был называться Океаник 300 метров в длину, то есть на 30 метров в длине Титаника, Британика, Олимпика. Но, к сожалению, компания потом, так скажем, распалась. Ее купила как раз-таки компания-конкурент Кунарт Лайн. Вся акция скупилась, соответственно, в каком году не помню, в конце 30-х годов компания прекратила свое существование, если я не ошибаюсь. Так, Лейланд Лайн, вот это я уже не помню. Тоже, по-моему, какая-то дочерняя компания от White Star Line. Про это уже точно не могу вспомнить ничего. Ой, много вот сейчас я рассказал, но... Тут, кстати, есть, получается, и пожарные шланги на случай, если какой-то из хулиганов. Кстати говоря, насчет хулиганов. Если вы заметили, здесь довольно большое помещение, да? И, между прочим, здесь это не единственная столовая. Вот через вот эту дверь можно попасть еще в один раздел. Там еще одна. Тоже столы стоят, тоже стулья, тоже столовые. Получается, для чего это было сделано? Получается, половина зала... Ну, в половине зала обедали семьями. То есть, все, кто плыли семьями, с детьми, с женами и так далее, они ели вот здесь, в одной половине зала. А в другой половине зала ели только одинокие мужчины. Хулиганы, там, я не знаю, кто там строители. Получается, они обедали отдельно от семей, чтобы не провоцировать на что-либо там. Ну, понимаете, если вы можете вспомнить, там, сериал «Титаник» 2012 года. Там, по-моему, что-то подобное. Подобная история какая-то была, не вспомню точно. Ладненько, в столовую мы уже побывали с вами. А, кстати говоря, вот еще, пожалуйста, то же самое. Тоже вот ящичек с ключом специально вот для вот... Ой, извините. Специально вот для этого разъема, чтобы запереть... Между прочим, как раз-таки под нами, где мы видели вот эту дверь, да, этот ключ, вот этот разъем специально предназначался для данной двери, чтобы можно было сверху, если внизу затопило, взять и ключом закрыть, вода не проционирует, дверь внизу. Вот так вот интересно. Кстати говоря, вот если видите, вот эти вот точечки, они тут неспроста стоят, вот эти серые точечки, вот эти вертикальные стальные шесты. Они специально для того, чтобы... Здесь, получается, цепями все это дело было огорожено для того, чтобы отделить пассажиров третьего класса, когда они проходят, так скажем, на лайнер, да, от обслуживающего персонала, чтобы не было каши, чтобы они не смешивались. К сожалению, лайнер был довольно компактным, и чтобы все вместе, так скажем, так скажем, чтобы соблюдать порядок, все вот эти меры были обеспечены. И все было сделано. Так, это бойлерная номер 4, мы уже видели. О! Как только подходишь к этой двери, музыка начинается. Обожаю эту музыку, честное слово. Вот этот трек-тайм, все дела. У меня ощущение как будто некое, я не знаю, некая только ностальгия, что ли, я не знаю. Это музыка как будто... Я с этой музыкой рос. И получается, я не знаю, что-то родное. Одним словом. Что-то родное. Я люблю классику. Даже вот New Style, вот New Age, или как их там называют, современную классику на фортепиано я постоянно слушаю. Так, у нас есть, кстати, между прочим, возможность сейчас попасть в турецкие бани. Да. Посмотрите, какая красота. Даже уже в тот период времени, уже в 15-м году, посмотрите, все было воссоздано. Я только помню, что уже ко второй демке, к третьей демке, там постоянно меняли коррекцию света, да, и некоторых цветов. Но, тем не менее, все осталось так же, ну, каким и было. То есть, ничего здесь особо не поменялось, только свет. Посмотрите, какие прекрасные эскизы, какое отражение. Ой-ой-ой, удовольствие колоссальное просто, визуальное получаешь. И это знаменитая надпись, получается, типа, пожалуйста, жертвуйте донаты для ребят-разработчиков, чтобы по-быстрому разработать данную игру. Да, жертвует уже сколько лет, но прогресс медленно, медленно, медленно тянет. Ну, видите, я понимаю все-таки ребят, потому что тогда они все-таки были и помоложе, да, и они в основном, может, и студентами были, и все дела, у них было больше времени для того, чтобы заниматься вот данной разработкой. А сейчас надо и работать, и семью содержать. У кого-то дети еще есть, да, и еще параллельно нужно заниматься разработкой данной демо-версии. А когда этим заниматься, если работать надо? Поэтому и требуют, чтобы, не то, что требуют, а просят подписчиков, там, жертвовать донаты какие-то, вот это патрон, да, пожалуйста, если есть возможность, жертвуйте для того, чтобы ребята дома сидели, приклеили свою пятую точку на стул и сидели занимаясь разработкой. Кстати говоря, вот заметили, здесь получается арабский орнамент с арабскими надписями, хотя, по сути дела, скорее всего, это турецкий. В тот период времени, если, может, кто-то знает, все-таки не было как таковой Турции, была Османская империя еще, которая разрушилась уже где-то к 20-му году. И до того периода времени, до того, как возникла Турецкая республика, в Османской империи использовали именно арабские буквы, то есть все записи велись арабскими надписями. А после образования Турецкой республики, турецкий язык перешел уже на латинский алфавит, модифицированный. Кстати говоря, если кто не знает, вот это специальные весы для довольно наивных товарищей, которые думают, что за пару часов отпаривания, да, можно быстро похудеть. Соответственно, приходили сюда, садились, вешались. Ой, 500 грамм скинул, молодец. Потом пошел, наелся в столовой. Ну, как-то так. Кстати говоря, что касается... Я, кстати говоря, очень-очень ответственно сейчас готовлюсь к выходу последней альфа-версии игры Титаник Честь и Слава. Все-таки заказал себе оперативную, дополнительную оперативную память еще на 16 гигабайт. У меня уже есть 16 гигабайт и еще 16 гигабайт сверху. Если вы видели на сайте, где пишут, какие минимальные требования нужны для того, чтобы проходить данную демо-версию, последнюю демо-версию, там в самых оптимальных требованиях написано 32 гигабайта оперативной памяти. Что касается видеокарты, здесь уже, конечно, все довольно плачевно, потому что сейчас, сами знаете, майнинг, все видеокарты очень быстро скупаются целыми пачками для того, чтобы зарабатывать эти треклятые биткоины. Я не представляю, как это вообще делается и как вообще это работает, но меня это вообще не интересует. Я довольно, как говорится, чистой душой. Я, как самый нормальный геймер, чисто ради любимой игры, пошел в Эльдораду и оказал, что там есть одна видеокарта серии 3060 Ti, но стоимость ее, конечно, у меня просто, как говорится, глаза на лоб, уши, я не знаю, куда еще. Короче, стоит 105 тысяч. Я не знаю, сколько надо бахать, чтобы ее, вот эту видеокарту отработать. То есть, это надо реально, по сути дела, открывать канал на YouTube отдельно, чисто для гейминга, да, и делать вот такие вот широкие обзоры, такие обстоятельные, подробные обзоры каждых демо-версий игр, да, чтобы хоть как-то отработать. Конечно, мне нет только сейчас подписчиков на моем смешанном, можно сказать, канале, потому что я и закидываю музыку, да, и вот эти вот прохождения, да. Соответственно, до донатов мне еще далеко. Я как бы эти обзоры делаю не для донатов, потому что, ну, не имею права я пока что на это. Я это делаю чисто в свое удовольствие. Вот и все. Потому что я обожаю эту игру, я готов здесь хоть часами проходить и кайфовать. Вот посмотрите, какие витражи. Изысканно просто. Конечно, вот последняя демо-версия их гораздо более серьезнее доработали, но тем не менее, даже здесь на данном уровне, да, на данном этапе все равно и изысканно, и красиво. Так что, ребята, к сожалению, все те, кто сейчас желает приобрести компьютер, это довольно проблематичная ситуация, потому что самый главный компонент любой, ну, любого компьютера, это что? Это видеокарта, наличие видеокарты. И без хорошей видеокарты смысл брать компьютеры вообще не имеет никакого смысла. Так что, если уж прямо сейчас хотите, нужно будет очень жестко потратиться. Кстати говоря, посмотрите-ка на эту картину, она такое ощущение, как будто в ней прямо все отражается от нее. Если не помните последнюю демо-версию, там прямо видно, что картина, она как будто написана маслом. Здесь же она как будто, я не знаю, как будто плиткой от нее идет отражение света и всех дел. Но я понимаю, что ребята еще в тот период времени особо сильно не напаривались, им главное было все это воссоздать визуально, а насчет текстуры, всех вот этих деталей, резьбы и все эти моменты, они уже дорабатывали чуток позже. Хотя, вот единственное место, где просто ничего не менялось, так это здесь. Они уже тогда эту картину прилепили, и диванчики, все вот как в последней демо-версии, ничего не изменилось. Ностальгия, столько лет прошло, пипец. Да, я прямо вспоминаю, как просто скалил зубы от того, что я не могу пройти эту демо-версию, потому что у меня не было тогда компьютера. А когда ты являешься студентом медицинского университета, ты на 99,9% занимаешься работой, тебе некогда, то есть учебой, у тебя некогда, нет времени, чтобы заниматься еще дополнительным заработком, работой, особенно на первых трех курсах. И, соответственно, что делать? То есть ждать чуток, когда ты сможешь уже подработать, чтобы приобрести компьютер. К сожалению, пришлось ждать аж 2021 года. Вот так вот. Хотя я работал уже довольно-таки давно, еще с 2017 года, но тем не менее. Хотя можно сказать, что это и к лучшему, потому что что смысл был, какой смысл был бы брать компьютер гораздо раньше? Вообще никакого смысла не было бы, потому что постоянно вот эти обновления, тем более все я хотел привести чистого, вот из-за этой демо хотел приобрести компьютер. Чтобы пройтись вот по этим нескольким помещениям, не стоило того. Зато дождались вот этой мега демо-версии. Я надеюсь, что альфа-версия нас гораздо более серьезнее порадует, уже более насыщенными помещениями. И все будет работать гладко, без тормозов. Вот такие вот пирожки, ребята. Ребятушки. Ну, опять же, вот на такой вот привычной нам картинке я закругляюсь. Спасибо, что со мной смотрели данное прохождение. Проходили данное прохождение. На следующий день я планирую проходить уже вторую демо-версию этой игры. И там будет гораздо более интересно. Я прямо в предвкушении. Я даже уже сколько лет-то не проходил данную демо-версию. Посмотрим, повспоминаем. И будет что с чем сравнить. Всего вам доброго. До свидания.